Если говорить так, учитель, во-первых, мне кажется, он должен быть не будучи предметником, он должен становиться универсалом. Во-вторых, он должен учиться работать с новым поколением, которое наступает на нас как сейчас опасность поколения. И в-третьих, у него должны быть союзники. Если говорить о том, кто должен прийти в начальную школу, на мой взгляд, как не станет, то, что наши структуре способности, надо прийти в глобальную структуре способности, они и ведущие осуществления универсалом. Как прийти, по крайней мере, не спрашивайте. Спасибо. У нас оппозиция возникает даже в электронном пространстве. Вопросы с оппозицией. Почему вы игнорируете топовые вопросы? Возвращаясь к топовым вопросам. Мы не говорим о том, что все топовые вопросы. Выше 50 уже ответили. Сейчас пойдем ниже 40. Будет ли организована цифровая реализация университетов? Будет. Это неизвежность. Когда конкретно есть два сценария. Плохой сценария, если это будет организовано быстро, потому что адекватных инструментов сегодня не существует. Хороший сценарий, если мы с вами научимся оставлять цифровые следы. И тогда такая реализация будет проходить автоматически. Первые эксперименты такого рода мы сделали при отборе вас, русских команд, на 8. Когда половина критерий формировалась, исходя из анализа цифровых следов ваших университетов в системе лидера IT. Абсолютно автоматически, алгоритмически, без какого-либо вашего участия. Следующий вопрос. Где будет остров 10-23? Пока не знаю. Мы обсуждаем. Состоит идея пока такая, что сделать чуть поменьше его и не в России. То есть в одной из зарубежных стран блоки экспорта российских технологий образования и российских высоких технологий вообще. С ведущими российскими технологическими предпринимателями, которые ведут глобальный бизнес. И нашими партнерами из мировых образовательных компаний. Но место и финальное решение пока не принято. Вот помнишь на решение, что здесь интересует. Очень неплохое. Дорого, Александр. Александр Александрович, здорово. Очень здорово. Вот сложный вопрос. Но сейчас видно. Стране нужны педагогические университеты? На меня попало? А я самый сложный. Давай, ты попробуй. Значит, давайте я скажу так, что нужно ли... Можно ли рассчитывать на то, что учителя будут появляться самые зараженные? Нет. Потому что, в принципе, я убежден, что в общем учителя это скорее призвание, чем профессия, но людей нужно гораздо больше, чем те, у кого опять это безусловно производит. Поэтому производствующие нужны. Причем, знаете, я не договорил на геретические темы, что вот еще другие технологические вопросы. Я вчера имел честь читать визионящую лекцию. Обратите внимание, что происходит следить по явлению искусственного интеллекта. Искусственный интеллект ходит по алгоритмам. Это камушки, по которым он продвигается. Мы в бузах и в школах, и в детских садах. Учим чему-то людей. Алгоритм. Делай первый, первый, третий. И будешь жить успешно. Вот я очень уверяю, мы тем самым людей кладем под искусственный интеллект. Нам по существу придется, если мы так тем, чтобы человечество не стало лишь, учить людей к другому. Я могу сказать, понимаете, какой-то таксальный мысль мне подсказал о революционной биологе, вещества, пробежья, любыми, я повторяю это или буду повторять, подсказал по поводу стратегических искусственного инстеллекта, и сказал, что лисы на многом не знают, но они не смотрелись в лисе за миллионы лет и все знают. Для этого почему? Здесь они могут посчитать территорию, как обижить заяц. А знаете почему? А знаете, сам не знаю, как обижить заяц. И это наша привычка. Пока мы обладаем эмоциональным интеллектом, интуитивными решениями, как у вас обрисование в этом смысле, в будущем, оно тут еще правополушание. Оно не левополушальное, а правополушальное, если мы начинаем конкурентоспособность к искусственному интеллектуществу. Поэтому мы учим даже не только литератических университетов, но и не классических, и не классических университетов, в огромный набор. И еще. То, что я говорил об универсализме в школе, относится к универсализму в университетах. Вот, имею честь и вид, что мы, по-моему, здоровье не видно в практике страны, и думаем, что не только наши. Мы с Санкт-Петербургским политическим университетом имени Петра Великова открываем зеркально лабораторию Светиловича Воробкова. Наш ученый принял решение открыть в Московском государственном институте лабораторию Светиловича Воробкова, а Алексей Воробков поздал меня воздавать на такую лабораторию про экономические исследования интерпретации в Петерсском Великобритании. Технологический инженерный университет и классический университет делают совместное другое. Это что? Это абсолютно единичество, с точки зрения того, чего мы привыкли. И, на мой взгляд, это очень неплохо, с точки зрения того, что будет. Да, Алексей Воробков? Визумление – это хорошо. Сантаночий, помимо извлений, линейственского вопроса, сантано, желающий телефон, хотим открыться в Московском образовательном программе. Да, пожалуйста. Я бы тяпчу, да? Потому что я вам скажу, что у нас есть совершенно блистательный специалист, а с ним и сказать лучшим стороне, Елена Галишова, про моделирование компетентности программ. Мы это сделали сейчас с ДВПУ, и мы готовы делать коллеги. Мы потренировались на весну.